В интересах государства некоторые имена и названия изменены. 1999 год. Сотрудники одного из региональных управлений МВД на юге России были вынуждены прервать оперативную разработку сразу нескольких каналов наркотрафика. Оказалось, что все подозреваемые в поставках либо убиты, либо внезапно покинули область. Следователи и оперативники МВД приходят к выводу. В регионе начался крупный передел наркорынка. Видимо, вызванный рядом удачных милицейских операций, проведенных за последние несколько месяцев. До передела все поставки были в основном из ближнего зарубежья. И это во многом облегчало задачу правоохранительным органам. Но теперь иностранные коллеги, с которыми российские спецслужбы давно сотрудничают, сообщили, что новый поток товара пойдет через таможенные каналы из азиатских стран Золотого Треугольника. Оперативники, проанализировав данные из-за рубежа и информацию о переделе наркорынка, пришли к выводу. Какая-то неизвестная группировка стремится взять под контроль весь поток наркотиков. И если новых хозяев наркотрафика не остановить, они смогут уже в ближайшее время увеличить в разы поступление наркотиков на территорию региона. Эта группировка получила условное обозначение «СПРУТ». К поиску «СПРУТа» подключено управление собственной безопасности Государственного таможенного комитета, уже имеющие опыт подобных операций. Оперативную группу по расследованию возглавил офицер УСБ майор Дмитрий Арясов. Арясов предоставляет руководству собственные наработки по делу о наркотиках. УСБ уже несколько недель ведет скрытое наблюдение за сотрудником Роснинской таможни Сергеем Рябцевым, который часто встречается с неким Сароновым, генеральным директором фирмы «Кобальт», подозреваемой в контрабанде наркотиков. Выйти на «Кобальт» группе Арясова помогли сотрудники МВД. Они обратили внимание таможенников на фирму «Саронова», которая регулярно проводит через Роснинскую таможню партии парфюмерии и косметики. По агентурным данным, в этом товаре бизнесмены укрывают контрабанду. Кроме того, в ходе расследования установлены криминальные контакты Саронова. Оперативники фиксируют его встречу с известным по прошлым делам наркодилером по кличке Ловчик. Сопоставив эти данные со сведениями из МВД, Арясов приходит к выводу, что именно Ловчик является хозяином канала поставок. Саронов и его фирма ввозили наркотики в страну в партиях парфюмерии и косметики. А помогал им в этом сотрудник таможни Рябцев. Арясов приказывает установить скрытое наблюдение за Рябцевым. А коллег из МВД просит отслеживать передвижения и контакты Саронова и Ловчика. Майор уверен, что наблюдение позволит за короткое время собрать достаточно улик для возбуждения уголовного дела в отношении таможенника и его сообщников. Но в тот момент, когда Арясов уже готов перейти к следственным действиям, из поля зрения УСБ одновременно исчезают все фигуранты по этому делу. Директор фирмы «Кобальт» Олег Саронов пропал при невыясненных обстоятельствах. Исчез и Ловчик, видимо, испугавшись начавшегося криминального передела. Также неизвестно, где находится таможенник Сергей Рябцев. Несколько дней назад он взял больничный. На службе не появляется, в своей квартире не бывает. Все попытки найти его ни к чему не приводят. Оперативники УСБ начинают расследование. И вскоре появляются факты, которые позволяют рассматривать таможенный след как наиболее перспективный в операции по поиску спрота. Сестра Сергея Рябцева Ольга вспомнила, что в последние месяцы ее брат часто общался с неким Лешей. Обычно они встречались в кафе «Парис». Официанты «Париса» рассказали, что Рябцев бывал здесь с известным в районе бандитом Лешей Калиной. Орясов запрашивает в МВД информацию по Калинину. Выясняется, что Леша Калина, он же Алексей Калинин, правая рука Игоря Портнова, известного под кличкой Ловчик. В городе живет уже несколько лет. Каждые 2-3 месяца меняет съемное жилье. В последнее время арендует дачу недалеко от города. По агентурным данным, Калина исчез несколько дней назад. Орясов приказывает оперативникам ОСБ срочно выехать на дачу Леши Калины вместе с отрядом СОБР и представителями МВД. Оперативники беспрепятственно проникают в дом Леши Калины. И уже через несколько минут в подвале обнаруживают полуживого Рябцева, прикованного к лестнице. А в комнате на втором этаже убитого Калину. Из запутанного рассказа обессилевшего таможенника стало известно, что он познакомился с Лешей Калиной год назад на охоте. Случайная встреча переросла в товарищеские отношения. Однажды Рябцев пожаловался приятелю, что хочет сделать ремонт в квартире, но никак не может накопить деньги. Калина в шутку предложил поохотиться на более крупную дичь и неплохо заработать. Разговор быстро перешел в конкретную плоскость. Леша Калина сказал, что его хорошему знакомому нужно периодически проводить через таможню груз. Сначала все шло как по маслу. Фирма «Кобальт» проводила с помощью Рябцева небольшие партии наркотиков. Как говорил Калина, отрабатывали канал. Сам Леша занимался прикрытием. Чтобы обсудить условия очередной проводки контрабандного груза наркотиков под видом партии парфюмерии, Калина пригласил Рябцева на дачу. Но переговоры зашли в тупик. Таможенник сказал, что управление собственной безопасности недавно усилило контроль, поэтому теперь помочь он ничем не сможет. Леша долго уговаривал Рябцева, а потом сказал, что своим отказом он подписал себе смертный приговор. Неожиданно Калина набросился на Рябцева и после недолгой борьбы сумел его связать. Бросив таможенника в подвал, Леша ушел наверх. Среди ночи Рябцев услышал шаги, затем два тихих хлопка. После чего убийцы Калины обыскали дом. И когда в комнатах никого не нашли, решили, видимо, что свидетелей преступления не осталось. Вскоре Ариасов получает новую информацию из МВД. На пустыре за городом обнаружено тело Олега Саронова, руководителя фирмы Кобальт. Получается, что все люди Ловчика погибли. Теперь единственным свидетелем по этому делу остается Рябцева. Но никакой дополнительной информации он сообщить не может. Пока остается ждать. Новая группировка «Спрут», так умело расчистившая себе путь на рынке наркотиков, наверняка себя скоро проявит. В тот же день от иностранных спецслужб по борьбе с наркотиками поступает срочная информация о готовящемся провозе через российскую границу очень большой партии наркотического вещества. Коллеги из-за рубежа называют примерную дату провоза контрабанды и сообщают, что преступники намерены действовать через Роснинскую таможню. Проанализировав всю информацию, Ариасов приходит к выводу. Поскольку на наркорынке больше не осталось дилеров, которые потянули бы такую сделку, вполне вероятно, заказчиком этой партии товара выступает «Спрут». Значит, в ближайшее время бандиты будут искать новые выходы на таможенников. Ариасов согласовывает план действий с коллегами из МВД. Необходимо сначала зафиксировать факт взятки, затем, сославшись на нарушение в оформлении документов, задержать груз на таможне. Но по-прежнему нет никаких выходов на новую преступную группировку. Ариасов решает, что необходимо еще раз допросить Рябцева. Возможно, таможенник вспомнит новые детали общения с Лешей Калиной или Сароновым. Скорее всего, «Спрут» будет действовать по похожей схеме. Следователь применяет оперативную уловку. Рассказывает Сергею Рябцеву о схеме поставки наркотиков и о том, какую роль в ней играет сам таможенник. Рябцев и сам понимает, что «Спрут» рано или поздно доберется до случайно оставшегося в живых свидетеля, поэтому соглашается сотрудничать со следствием. Он сообщает, что заметил странное совпадение. Некая фирма «Сатон» на протяжении уже полугода сотрудничает с теми же поставщиками, что и «Кобальт» и получает такие же грузы. Оформляет эти партии парфюмерии и косметики всегда один и тот же инспектор. Приятель Рябцева Леонид Карпович. Получив эту информацию, Ариасов запрашивает данные по фирме «Сатон» в УСБ, ГТК и МВД. Проверка таможенного комитета показала, что никаких нарушений в работе этой фирмы выявлено не было. Получается, Рябцев ошибся? Но уже на следующий день Ариасову поступает информация из МВД. Директор «Сатона» Роман Губин с недавнего времени находится в оперативной разработке. Известно, что его фирма готовится в ближайшее время принять из-за границы груз парфюмерии, идентичный тому, который должна была получить фирма «Кобальт». Вот только партии это существенно больше. Но самое важное, оперативное наблюдение МВД смогло зафиксировать, с кем общался Роман Губин за последние несколько дней. В частности, бизнесмен встречался с сотрудником таможни Леонидом Карповичем. Ариасов приказывает немедленно собрать информацию об этом таможеннике. Знакомство с личным делом Карповича не дает никаких зацепок. Чтобы выяснить, действительно ли он причастен к провозу наркотиков, Ариасов ставит задачу региональному поисковому управлению установить наружное наблюдение за таможенником. Первые сутки в поведении Карповича нет ничего необычного. И только через день наблюдатели сообщают. По дороге на службу таможенник дважды звонил из телефона автомата. Опытный оперативник легко определил по движениям руки номер, который набирал Карпович. Проверка показала, что оба раза он разговаривал с директором Сатона Романом Губиным. Ариасову важно знать содержание их разговоров. Получив санкцию, оперативно-техническое управление начинает прослушивание телефонов Карповича и Губина. На следующий день Ариасову докладывают. Таможенник снова связывался с Губиным по телефону. Содержание разговора на первый взгляд было вполне безобидным. Собеседники говорили намеками. Но шифровка была настолько примитивной, что оперативники быстро поняли. Карпович согласился провести через таможню крупную партию парфюмерии. Дата предполагаемой сделки совпадает с данными, полученными от иностранных спецслужб. Управление собственной безопасности Государственного таможенного комитета создано в 1994 году. Основное назначение управления проведение оперативно-розыскных мероприятий по пресечению коррупции и должностных преступлений, а также защита таможенников и их семей. За последние четыре года благодаря деятельности Управления собственной безопасности ГТК России предотвращено почти 1300 посягательств на жизнь сотрудников таможни и членов их семей. По фактам коррупции и взяточничества среди должностных лиц возбуждено более 750 уголовных дел. По разным причинам к службе в таможенных органах не допущено более 1400 кандидатов. Ариасов за время работы не раз убеждался, что людей типа Губина преступники часто используют в качестве официального прикрытия так, что подставные лица даже не догадываются о всех подробностях проводимых сделок. Скорее всего, за Губиным стоит заказчик, спрут, который сумел убедить наркокартели за границей в своей финансовой и деловой состоятельности. До прихода груза еще несколько дней. Но Ариасову до сих пор не удалось получить никаких новых данных по этому делу. Ситуация меняется уже на следующий день. Наружное наблюдение докладывает. Карпович со вчерашнего вечера ведет себя крайне нервно. Постоянно озирается, словно знает, что за ним следят. Около 7 часов вечера он направился в бар. А когда оперативники зашли за ним, Карповича в помещении не было. К тому же Ник просто исчез. На следующий день Карпович не появляется на службе. Поиски ни к чему не приводят. Ариасов понимает, либо Карпович заметил слежку, либо ему кто-то серьезно угрожает. И поэтому он решил скрыться. Оперативники УСБ пытаются узнать, не оставил ли Карпович какой-либо информации о себе сослуживцам. Через некоторое время удается установить, что рано утром в отдел, где работает Карпович, звонил неизвестный и спрашивал, как можно связаться с таможенником. Но сотрудники ничем не смогли ему помочь. Вскоре выяснилось, что похожий звонок был и на работе жены Карповича. В отделе кадров удалось узнать, что два дня назад она оформила отпуск за свой счет по семейным обстоятельствам. Но где теперь находится Елена Карпович, неизвестно. Ситуацию проясняет доклад от группы, прослушивающий телефонные разговоры директора фирмы Сатон Губина. Сатон Губина пропал. Как? Да этот Леня, ну, зеленый. Короче, не знаю, или он где-то лоханулся, или конкретно на измену сел. Похоже, решил соскочить. Надо сливать его, пока не поздно. Что ты говоришь, кого сливать? Груз уже на подходе. У тебя замена есть? Да, б***ь, откуда? Ну, ты успокойся, не дергайся. Решай проблему. Сразу же после доклада Ариасов приказывается поставить голос собеседника Губина с голосами из фонотеки УСБ. А также обращается с подобной просьбой к коллегам из МВД. Майор не сомневается, собеседник Губина и есть тот самый неуловимый спром. Но идентифицировать голос не удается. Через два часа Ариасов получает сообщение из оперативно-технического управления. На второй мобильный телефон Губина поступил звонок. Ты где? Тут. В районе Заводской. Короче, сейчас три, в полчетвертую встречаемся на складе. Там все обсудим, понял? Судя по данным расшифровки, звонившим был никто иной, как Карпович. Ариасов понимает, что отношения подельников резко ухудшились. В такой ситуации, если им не удастся договориться, жизни Карповича угрожает серьезная опасность. Губин может просто избавиться от соучастника. В установленное время в район склада выдвигается оперативная группа Ариасова и СОБР, управление специальных операций под командованием майора Андрея Савельева. Приближается время встречи. Принял. На склад прибывает исполнительный директор Сатона. Савельев приказывает группе захвата приготовиться. Тебя понял, понял, клиент прибыл. Но проходит пять минут после оговоренного времени. Десять. Двадцать. Карпович на месте встречи так и не появился. Ариасов анализирует сложившуюся ситуацию. Кажется, что операция полностью вышла из-под контроля. Но к вечеру поступает доклад оперативно-технического управления. Засечен звонок Карповича жене. Судя по номеру, это телефон поселка недалеко от города. Таможенник сказал жене и дочери, чтобы они оставались там же, где и сейчас. А в конце разговора добавил, что сам пока живет на квартире своего школьного приятеля. Становится ясно, что Карпович опасается расправы, поэтому решил защитить жену и дочь, попросив их на время уехать из города. Ариасов предполагает, что поскольку таможенник оказался в безвыходном положении, он скорее всего согласится на сотрудничество. Майор решает лично поговорить с ним. Через сотрудников МВД оперативники выясняют адрес друга Карповича, а затем привозят таможенника в управление, где его уже ожидает Ариасов. Майор предлагает Карповичу рассказать, что стало причиной его странного поведения в последние дни. Таможенник молчит. Тогда майор сообщает о перехваченном разговоре Губина, в котором тот обещает найти способы заставить таможенника сотрудничать. Абсолютно подавленный происходящим, Карпович признается, что решился на сделку с Сатоном в первую очередь из корыстных побуждений. Он предполагал, что также подрабатывал его друг, инспектор таможни Сергей Рябцев. Две недели Рябцев делал в квартире дорогостоящий ремонт. Но когда Карпович последний раз был у него в гостях, строительство было заморожено, а сам Рябцев жаловался, что в ближайшее время довести квартиру до ума не удастся. Карпович решил, что внезапное прекращение ремонта как-то связано с участившимися проверками УСБ. Через день после их разговора Рябцев пропал. А чуть позже Карпович услышал об убийстве местного авторитета Леши Калины. Таможенник знал, что Рябцев вел с убитым какие-то дела и решил, что за исчезновением Рябцева стоит не УСБ, а совсем другие силы. Дальнейший разговор с Карповичем позволяет составить полную картину событий. Таможенник понял, что ввязался в очень опасное дело и решил выйти из игры. Поэтому он не приехал на встречу с директором Сатона. Исчезновение Рябцева убедило Карповича, что провоз наркотиков заказывают люди, которые ради своей цели не остановятся ни перед чем. Поэтому, чтобы уберечь жену и дочь от возможных попыток физического давления, он отправил их в поселок в 20 километрах от города, где у семьи есть дом. Ариасов сообщает Карповичу, что его коллега жив, но сейчас находится в следственном изоляторе. Ему грозит семь лет с конфискацией имущества. Получив от Карповича текст признания и заявление о защите его семьи, Ариасов немедленно связывается с управлением специальных операций. Бойцы СОБР под командованием майора Савельева получают задание. срочно выехать в поселок и взять под охрану жену и дочь Карповича. Наконец у Ариасова появляется реальный шанс переиграть противника. Но уже через полчаса от оперативно-технического управления поступает срочное сообщение. В расшифровках телефонных переговоров одного из людей Губина фигурирует адрес загородного дома Карповича. Короче гоните в деревню и сюда семейку везите. А понял. Удается также установить на какой машине передвигаются преступники. На форде белого цвета. Решите вопрос позвоните. Нельзя терять ни минуты иначе может произойти непоправимое. По закону предотвратить захват должна ФСБ. Но в данном случае действовать согласно инструкции значит поставить под угрозу жизнь жены и дочери Карповича. Майор связывается с группой СОБРа выехавшей за семьей таможенника и сообщает приметы машины подозреваемых. Арясов особенно обращает внимание спецназовцев на то, что бандиты готовы действовать жестко и могут применить оружие. ГОС номера 922 как принял. Внизу Виню понял 3-й готов на 1. Получив эту информацию Савельев приказывает устроить засаду на въезде в поселок. Дистанция 150 метров. До нашего машины ребята берем их. Операция проходит молниеносно. Оперативная машина преграждает путь форту. Преступники открывают огонь и собровцам приходится их уничтожить. Ариасов выезжает на место захвата. Чтобы не спугнуть спрута мы решили передать по местному радио и телевидению несколько сообщений что преступники погибли в перестрелке с сотрудниками ППС. Когда те остановили машину для досмотра бандиты оказали вооруженное сопротивление. но из-за того что не удалось взять бандитов живыми оперативники упустили возможность выйти на заказчика похищения. Ситуация кажется тупиковой. Ариасов считает что еще есть шанс восстановить контакты Карповича с директором фирмы Сатон и продолжить операцию. Майор немедленно связывается с коллегами из МВД и ФСБ и предлагает провести оперативную игру. Ариасов исходит из того что пока у следствия нет прямых улик подтверждающих причастность директора Сатона к контрабанде. Его контакты с наркодилерами документально не подтверждены. Даже свидетельства Карповича будет явно недостаточно для предъявления обвинения. Значит чтобы привлечь Губина к ответственности и через него выйти на спрута нужно получить веские доказательства участия Губина в поставке наркотиков и подкупе таможенника. Передачу взятки Губинам Карповичу Ариасов решает зафиксировать с помощью скрытых камер. Семью Карповича доставляют в город и размещают на охраняемой квартире. Под контролем Ариасова Карпович связывается с Губиным и объясняет ему свое странное поведение. Участились проверки УСБ и он испугался. Но опасность миновала и он согласен продолжить работу но теперь на новых условиях. Он хочет получить вдвое больше денег причем до прибытия груза на таможню. Судя по реакции бизнесмена тот готов к такому повороту событий. Груз прибудет на Роснинскую таможню утром следующего дня. Губин вынужден согласиться на любые условия. Но по всему видно что об осторожности он не забывает ни на секунду. бизнесмен предлагает встретиться в 6 вечера но просит предварительно созвониться около 5 часов. Уловка с якобы случайной гибелью похитителей сработала и Губин не понял что к смерти его людей причастны оперативники. Встречу назначают на берегу реки. Арясов направляет одну из групп СОБРа в указанный район. Задача скрытно провести разведку и выбрать позиции для наблюдения. Вскоре поступает информация из управления специальных операций. СОБРовцы которые остались в загородном доме Карповича сообщают что к воротам подъехал автомобиль из него вышел человек спортивного вида. Неизвестный подошел к калитке она заперта осмотрелся и решил что в доме никого нет затем пошел к соседнему дому. Соседи которых предварительно проинструктировали оперативники отвечают что мать с дочерью уехали в город но скоро обещали вернуться. Незнакомец садится в машину и уезжает. Группа наблюдения СОБРа расположенная на окраине поселка сообщает что машина подъехала к остановке куда прибывает автобус из города. В 4 часа дня СОБРовцы докладывают машина с предполагаемыми преступниками по-прежнему находится в районе автобусной остановки. Я как рассудил автобус из города приходит строго по расписанию вероятнее всего Губин будет ждать информации от своих людей о прибытии и это послужит сигналом для встречи с Карповича. В то же время майору совершенно ясно что отправлять семью Карповича в поселок серьезный риск. Арясов связывается с командиром СОБРа Савельевым и приказывает начать операцию прикрытия. Часть отряда Савельева скрытно займет позиции в районе остановки. Рейсовый автобус из города приходит около половины пятого. На нем в одежде жены и дочери Карповича прибудут две женщины оперативные сотрудники ОСБ. Сразу от остановки они должны свернуть на тропинку ведущую к домам. Чтобы убедиться что это именно жена и дочь Карповича бандиты наверняка проследят в какой дом они войдут. В случае нападения СОБР обезвредит бандитов. Тем временем основная группа под командованием Савельева выдвинется на место предполагаемой встречи Губина с Карповичем и проведет захват бизнесмена в момент передачи взятки. В поселок прибывает автобус из города. Сотрудницы ОСБ выходят и идут по тропинке к домам. Савельеву сообщают автомобиль уехал в сторону поселка. Командир группы докладывает обстановку Арясову. Ровно в пять Карпович набирает телефон бизнесмена. Арясов ждет результата. Если встреча отменится, значит бандиты заметили оперативника. Удача! Бизнесмен подтверждает встречу. Ловушка сработала. В пятнадцать минут шестого наружное наблюдение докладывает. Директор Сатона покинул офис, сел в машину и едет в сторону реки. Через десять минут поступает новая информация. Губин заехал на лодочную базу, пробыл там около пяти минут и уехал. Вскоре от пристани отчалил катер. Получив это сообщение Арясов запрашивает поддержку катеров. Возможно бандитов придется брать на воде. В это время на связь выходит группа находящаяся в загородном доме Карповичей. Машины с неизвестными подъехала к участку таможенника. Люди покинули салон и направляются к дому. Арясов понимает, что скорее всего бандиты собираются взять семью Карповича в заложники. Директор Сатона будет ждать именно этого момента, чтобы начать разговор с таможенником. Бандиты попытались проникнуть в дом и захватить женщин в заложники. надо было видеть их лица, когда СОБР начал их брать. Я, к сожалению, не видел. В icebergs В быстрее бросить собрать собрать в фото. С wil ш is ins На допросе прямо на месте захвата Один из бандитов сообщает, что они действительно должны взять в заложники семью Карповича И сообщить об этом бизнесмену 57 Медленнее Дальше 25 Точно? Если это не он Без 20 минут 6 По требованию офицера Один из бандитов соглашается передать Губину, что все чисто Бабу взяли, сказали Да, у нас Да, все нормально Первый, третий, прием Прием Пусть я звонили, все нормально Работаем по плану Хорошо, хорошо В это время основная группа Савельева получает команду приготовиться На тело Карповича прикрепляют радиомикрофон, чтобы записать его разговор с бизнесменом И устанавливают в районе встречи видеокамеру Без 5-6, таможенник подходит к пристали Второй, трое, я первый На пирсе трое Кто из них кто? Кто третий? Наблюдаю, наблюдаю Один охранник Какое вооружение? Видно, нет? Встреча Карповича и директора Сатона Проходят так, как и предполагал Арясов Бизнесмен сообщает Карповичу, что его родственники в надежных руках И он не увидит их, пока груз не пройдет таможен После длинной паузы Карпович соглашается с требованиями бизнесмена После чего Губин передает таможеннику деньги Понял тебя, на берегу Два, один, два Пошел, пошел Третья, не поедем поезд для облакоцировки Карповича ушел С объектом, как меня понял, прием Я третий, понял Катер с Губиным пытается оторваться После непродолжительной погони Подавив вооруженное сопротивление СОБР проводит захват Дело передается для дальнейшего расследования в МВД В течение следующего дня на допросах Губин выдал практически всех фигурантов дела И уже через сутки На границе области был задержан Главный организатор передела нарко-рынка Таинственный Спру Им оказался никто иной, как наркодиллер Ловчик Он же Игорь Портнов Как позже установил следствие Именно он решил стать единственным поставщиком наркотиков в регионе Для чего создал мощную группировку И устранил конкурентов Но в криминальном мире Остаться в живых после такой операции Практически невозможно Моментально появятся люди Которые готовы мстить за своих Поэтому Ловчик придумал хитрый ход Уничтожить собственный канал поставок Саронова, фирму Кобальт и Лешу Калину И таким образом Обеспечить себе в криминальной среде Алиби Благодаря действиям управления Собственной безопасности Таможенного комитета Был перекрыт канал поставки наркотиков И ликвидирована крупная преступная группировка Дальнейшую операцию провели коллеги из МВД Всего по данному делу было задержано И привлечено к уголовной ответственности Более 60 человек В различных регионах Карпович был вынужден Уволиться со службы И переехать в другой город Дальнейшая его судьба Неизвестна Субтитры создавал DimaTorzok